Радио Болтком Секреты профессии То, что происходит за сценой Боже мой, все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас из Москвы Женя, у нас такой фон идет Я себя слышу, это нормально? Алло, Женя Да Ну, прекрасно, я себя слышу двойным эфиром Это хорошо, что сейчас вот именно все исправилось Дорогие друзья Приветствую вас из Москвы И у нас в гостях сегодня Российский скрипач Художественный руководитель фестиваля Возвращения Роман Минц Здравствуйте, Роман Здрасте Добрый день У Романа на футболке написано Дедушка с волосами цвета льна При этом я из-за своего неважного зрения Но, скорее всего, из-за своих стереотипов Конечно, сначала прочитала Девушка с волосами цвета льна Как по знаменитой Прелюдии Клода Дебюси Откуда у вас такая майка? И почему именно Дедушка с волосами цвета льна? Мне ее подарили на день рождения Видимо, намекали как-то, что уже не первые свежести Но, правда, день рождения этот был 10 лет назад Как раз мы записывали диск в Вильнюсе И вот мои друзья Максим Рысанов, Кристина Блаумана Принесли эту майку мне на репетицию И вы 10 дней ее держали? Или носили? 10 лет 10 лет, да Я ее ношу Или только достали Каждым годом я больше соответствую этой надписи К сожалению, все мы не молодеем Двигаемся по своему пути Но, кстати, по поводу дисков 1 сентября у меня состоялась презентация в Москве Диска «Арган Себастьян Бах» «Все органы и токаты», Которые я записывал на органе Рижского домского собора И на который я также собирала на сайте Планета Краутфандинговой платформе И, кстати, именно благодаря Роману Минцу Был выпущен этот диск Потому что у Романа Минца Правильно ли сейчас скажу Своя звук записывающая Или свой лейбл в Лондоне Который занимается дисками Лейбл, с которым я сотрудничаю, да Сотрудничаю Вы стоите у истоков этой фирмы? Или как бы... Нет, нет, я сначала... У истоков этой фирмы стоит другой человек И я туда пришел позже Сначала как просто артист Я там выпустил несколько дисков И теперь я занимаюсь привлечением И подбором репертуара Привлечением артистов и так далее Это лейбл Quartz Music И сколько у вас у самого выпущено там дисков Сольных или с ансамблем? Я не был готов к этому вопросу Это мне надо считать Но штук шесть точно Я просто не помню Такой для вас оптимальный график выпуска диска Раз в год, раз в два года Или чаще? Оптимальный, наверное, был бы раз в год Но я никогда... У меня никогда не получалось ему соответствовать Этому оптимальному графику В смысле, лично своих дисков иметь Да-да-да Я именно ваши личные Да, потому что действительно Не только фирма Понятно, что в вашей фирме Выпускаются ежемесячные диски С выдающимися музыкантами И вот недавно был пост у Полины Осетинской Что хочется такого заработка Да И пассивного дохода И вот можно ли сделать запись Для того, чтобы она приносила доход Осталось ли это в наше время? Или, в принципе, все-таки уже диски перешли В такой больше имиджевый момент? Я, кстати... Во-первых, у Полины как раз на этом лейбле Два диска издана Да-да И не то, что я могу раскрывать Какие-то там коммерческие детали всего этого Но какой-то пассивный доход она все-таки с них получает Вот Возможно, не тот пассивный доход, который бы я удовлетворил Ну, смотрите Если говорить откровенно То, конечно, в индустрии классической музыки Сегодня диски, конечно Ну, записи являются скорее инструментом Какого-то промоушена Или, может быть, для самого артиста Это скорее мысли о вечном Что останется Значит, как-то после меня Или как-то зафиксировать Какие-то свои бессмертные интерпретации И так далее Потому что Сами продажи, даже цифровые В классической музыке Конечно, ну, это не инструмент дохода Скажем так И уже давно им не является Другой вопрос, что Не знаю, хорошо это или плохо Но это Сам такой Жизненный факт Вот Поэтому Ну, мы же Не все ради Только денег делаем Да А вы помните свой первый диск? И на каком он был выпущен в лейбле? Я могу сказать, что я помню свою первую запись Которая, в общем-то, не была нигде выпущена Но Свой первый диск, который был выпущен Я, конечно, помню Это был такой лейбл Назывался Black Box В Великобритании И он Впоследствии был куплен Более крупным лейблом Потом Более крупной компанией Потом Эту компанию тоже купила Еще одна компания И так далее И тому подобное В общем, он Это было очень давно Больше 20 лет назад Но Я даже не знаю Что Вот Была очень интересная история С моей первой записью Которая Предназначалась для выпуска на диске И Ее организовывал Легендарный звукорежиссер Петр Кириллович Кондрашин Который Не только работал со всеми великими Но еще воспитал Плеяду учеников Которые до сих пор У нас всех записывают Кто записывается в Москве Вот И он тогда У него были какие-то контакты С Голландским лейблом Этцеттера Который Хотел выпускать Произведение Николая Черепнина Я учился тогда Еще в старших классах школы И каким-то образом Мне Попала Соната Черепнина Которую я должен был записать Для этого диска И там другие люди Должны были записать Записать какие-то другие произведения Черепнина В общем вот так И я К чему это все рассказываю Что просто я успел записать Сонату Черепнина А все остальные То ли не успели То ли что-то Но в результате Люди в Голландии С которыми он имел дело Там кто-то умер Или что-то такое случилось В общем Она никогда не увидела свет Эта запись Но опыт работы С Кондрашиным В общем-то Можно сказать Даже Ну он как бы Непростой опыт работы Потому что Это были совершенно Разные весовые категории Это был уже Человек в статусе великого Который записывал Там Рихтера И прочих И вот я Ученик школы Пришел к нему Это совершенно были у нас Отношения в этом плане Неравные Но в общем Этот опыт я запомнил Очень надолго И он как-то повлиял Вообще на то Как я Веду себя в студии И так далее Кстати я не знаю Где эта запись По-моему Она пропала просто Исчезла Это очень жарко Может всплывет Когда-нибудь Но она была у меня На какой-то Аудиокассете Я ее слышал Но Сейчас я не знаю Где она Как ее найти Я не очень хочу В какой школе Вы учились Расскажите На тот момент Я учился В школе Минигнесиных Одиннадцатилетки До этого Я учился В школе Музыкальной школе Номер 13 Которая находится На Кудовском проспекте Сейчас она называется Школа имени Александрова Я не знаю почему Потому что Александров Никогда не имел Отношение К этой школе В принципе Наверное Не знал Где она находится Даже Вот Но когда Видимо Пришли Какие-то времена Когда нужно было Присваивать имена Школам Почему-то Присвоили имя Александрова Но когда я там Учился Это было не так Хотя по-хорошему Надо было бы Присвоить имя Основателя школы Абрамяна Который действительно Много для нее сделал Ну вот так вот Кто ваши учителя? У меня было Три учителя В общем По скрипке Если говорить о скрипке Лариса Александровна О чем еще будем говорить Кроме скрипки? Ну Я не знаю Сейчас я скажу У меня была Лариса Александровна Светлова Наталья Михайловна Фихтонгольц И Феликс Аркадьевич Андреевский Это уже в Лондоне А но в принципе Можно говорить О камерном ансамбле И еще много о чем Учителей у меня было много И в общем Они по-разному На меня повлияли У меня была Совершенно гениальная Педагог по камерному ансамбле Лидия Израильна Фихтонгольц Которая Ну просто самим Фактом своего существования Оказывала на меня Не меньшее влияние Чем Мои прямые Педагоги По инструменту По-моему Вы зависли А вот Нет все Мы отвисли Прекрасно Я зависла Но Вас прекрасно слышно Поэтому я думаю Что ползают Тогда Могут Быть Дорогие друзья У нас в гостях Сегодня Российский скрипач Роман Минц И также Мы будем еще раз Говаривать О его фестивале Он является художественным Руководителем Фестиваль Возвращения Сколько лет Уже фестивалю И вы действительно Стоите у истоков То есть вы Сами начинали Или все-таки Сразу с командой друзей Ну Мы начинали Конечно Командой друзей С Мой Друг Дмитрий Булгаков Габаист В общем Эта история Довольно Известна Там В интернете Везде Это есть Про то Как мы начинали Но В основном Мы Ну вдвоем Ну конечно Наши Друзья С которыми Мы учились Они Всегда были Был костяк Фестиваля Который Во многом Сохранился До сих пор А вопрос Сколько лет Я Все время путаюсь Потому что В прошлом году Из-за пандемии Мы значит Пропустили Фестиваль И получается Что Мы должны Провести То ли 23 То ли 24 Я Сейчас В 98 Году Мы начали Первый Первый Уже Сложно Сложно Подсчитывать У меня После ковидной Абнезии Я начинаю Путать вещи Это Фестиваль Один из самых Ожидаемых В Москве Принимают В нем Участие Многие Выдающиеся Российские Музыканты Которых Разбросало По свету И затем Они Возвращаются В Россию В Москву Чтобы Поучаствовать В этом Замечательном Фестивале И с недавних Пор Фестиваль Стал Так же Собирать Деньги На Краутфандинговой Платформе Планета С какого Фестиваля Вы это Начали И почему Тоже Хороший Вопрос Но У меня Очень плохо Со всякими Статистическими Цифрами По-моему Раз в шесть Мы собирали Наверное Если я Не путаю Но В общем Много раз Уже Мы это делали До такой степени Что Как вы знаете Я даже делился Опытом Как это Как это делается Как это лучше делать Да Потому что Действительно Был У меня На моем фестивале Органы вечера В Кусков Были сложности Когда Поставщик Завысил цены На аренду Органы И я решила Мне показалось Что это так Просто Собрать на Крофтфандинговой Планете А оказалось Это не то Что просто Это действительно Невероятно Сложно И помню Тогда Наши с вами Встречи В Тахимане Кажется Недалеко От Киевской И где вы Очень-очень Щедро делились Своим опытом Как раз Рассказывали Про свой Лейбл И Вот Все те знания Которые Я конечно Сожалею Что я просто Не записывала Тогда Сейчас наша беседа Записывается Так что Можно подумать И действительно Сразу После того Как я начала Пользоваться Вот этими Вашими лайфхаками Мне удалось Собрать Почти полную сумму Тогда на орган И более того Полную сумму Когда я собирала Уже на диск Но вы творите Просто чудеса Потому что Как бы Если Я собирала там На орган Кажется 300 тысяч На диск То вы собираете Миллион И вот Эта сумма Когда первый раз Обозначили Миллион Она Пугала вас Или Вы понимали Что такое количество Поклонников Фестиваля Уже за столько лет И что это Действительно Можно Собрать Каждый раз Это В результате Получается Но это Всегда Очень большие Нервы Там Ты не знаешь Получится Не получится Соберешь Не соберешь И так далее Поэтому В этом В этом есть элемент Какой-то тоже Какого-то такого Шоу Потому что Тоже все смотрят Собрали половину Не собрали половину Если соберешь Меньше половины То соответственно Вообще Не получишь Никаких денег А если соберешь Половину То будет Процент Который удерживается Краудфандинг В платформе Он будет Больше Чем Если ты соберешь Целую сумму Поэтому Это Да Это всегда Такая Довольная Приходится Писать Красивые Интересные И иногда Провокационные Публикации В принципе Вы всегда Славились Таким Острым языком Или Это вот Пришлось Отточить Уже Когда Приходилось Сделать Такие Публикации Привлекать Внимание Аудитории Ну если честно То я Вот там Притворяться Быть кем-то еще У меня не очень Получается То есть Так совпадает Что я Ну я как бы Делаю то Что мне просто В данном случае То что Нравится То что Легко Получается Ну то что Я могу Во всяком Случше То есть Я не как-то Там специально Понятно Понятно Что Есть какие-то Там Цели У того Что ты Пишешь И делаешь Но я их И не особо Скрываю То есть Я обычно И так и пишу Что Нам Не хватает Там еще Столько Или там Я Сейчас Дособерем Еще чуть-чуть Денег Расскажу Какую-нибудь Историю Но Это Такая Выстраданная Стратегия Скажем так Сбора Средств За много лет Конечно Есть соратники Поддерживающие Аудиторию Это всегда Очень радует Если обратиться К вашему творчеству То вы больше всего Любите играть Современную музыку Когда пришла Эта любовь То есть Больше играть Не классику А именно Современных Композиторов И часто Вы играете Премьеры Ну это В общем-то Я должен Начать ответ С того Что это Не так Просто То есть Это Это утверждение Неверно Вот Поэтому Я даже Не знаю Как на него Ответить То что То что На поверхности Видно Что я много Играю Современной музыки Я считаю Я считаю Это нормой Потому что Если посмотреть Оглянуться Назад На всех Более-менее Великих Исполнителей Прошлого То они все Играли Современную музыку Да И Грубо говоря Ну вот понимаете Если мы возьмем Скрипачей Если мы возьмем Такой был Скрипач Йозеф Яхим И сегодня Мы о нем Вспоминаем Хотя он был Великий Скрипач И он Повлиял Очень сильно На всю Скрипичную Последствия Историю Ученики У него были И так далее Но вспоминаем Мы о нем Потому что Он Был первым Исполнителем Сочинений Брамса Который в то время Был самым Современным Композитором Да Ну Поэтому Это тоже Во многом Это какой-то вклад В то что Ну мне кажется Нужно делать Понятно что Когда ты играешь Многосовременной музыки То Какой-то процент Произведений Которые могут Потенциально Остаться в истории Он очень Невысокий Но это так Было всегда И очень много Композиторов Прошлого На самом деле Ну Забытые И как-то Они Остались В том времени Но Но Исполнитель Исполнитель Когда он Занимается Современной музыкой Он создает Эту среду В которой Впоследствии Может появиться Там Брамс Шуман Или кто-то еще Поэтому Это необходимо Делать Вот А что касается В принципе Чего я люблю Я как раз С большим удовольствием Играю музыку 19 века И С большим Наслаждением Поэтому То есть Вот это Представление Обо мне Оно неверное Это благодаря Фейсбуку Благодаря вашим Афишам Которые постоянно Видишь Это всегда Масм Это всегда Современная музыка Ну Так случилось Что последние Особенно Когда начались Пандемийные дела И я очень Я раньше Играл С московским Ансамблем Современной музыки Играл Меня попросили Заменить Кто-то не смог Вот так было А потом Постоянный Экскрипач Нашел Какую-то еще Работу Они меня попросили Еще несколько Раз В общем Так получилось Что я с ними Очень много Играю Но это далеко Не единственная Сфера моей Деятельности Вот поэтому Да Я считаю Исполнение Современной музыки Важным моментом Которым просто Каждый музыкант Должен заниматься И Очень многие Вещи Которые Я Ну Я даже Я вижу Какие-то плоды Вот этого Своотношения К современной музыке Которые Которые У меня было В общем С раннего возраста Но я вижу Как те люди Которых я играл Когда их Ну Как бы Они ходили Вот просто там Давали ноты Можешь это сыграть И люди отказывались Потому что там Студенты там Друг другу Чего-то там Приносят И Вот А я Предположим Не отказывался Я сегодня вижу Как у этих композиторов Они пишут оперы Их ставят во всем мире Там Или там Выиграют какие-то премии Они выросли Они У них там Карьера Их играют Какие-то там Большие действительно Музыканты И так далее И я понимаю Что я Что-то В это тоже вложил В их успех Есть прям Любимые Какие-то Композиторы Современные Это провокационный вопрос Вот я сейчас Понимаете В моем положении Когда Сказать очень сложно Не Дело не в этом Дело в том Что я сейчас назову Это просто А кого-то не назовете Кто-то обидится Да Они чувствительны Очень натуры И главное Что они обидятся Даже не на меня А друг на друга И начнется Опять-таки Вот эта взаимная Нелюбовь Которая все время У композиторов Происходит Сейчас вы все Партитуры играете Которые вам дают Или все-таки Можете уже Я никогда не играл Все партитуры Которые мне дают Потому что Это просто невозможно И Ну и кроме всего прочего Ну бывает Настолько Иногда бывает Что присылают что-то Ну что я Ну не хочу играть Совсем Ну то есть Это всегда Это всегда комплекс Каких-то факторов Потому что Если это Ансамбль современной музыки Там я Не я начальник И там Да Может происходить Какое-то Присылают ноты Их надо сыграть И я как человек Профессиональный И беру игра Вот Но иногда Бывают вещи Что я говорю Что нет Ну вот это я Совсем нет Не буду играть Позовите как бы Другого Кто-нибудь другой сыграет Вот Так что Ну это как каждый раз В каждом отдельном случае Это как бы комплекс Там факторов Ну вот Современного композитора Вы не хотите назвать Любимого А вот 19 века Ну тоже Понимаете Ну что Тоже обидится Нет Ну просто Что такое Вообще Я вообще Вообще так не считаю Что Ну Есть Есть сочинения Есть произведения Которые вот Там Для тебя много значит И ты хочешь их играть Там и так далее Да Вот для меня Такие произведения Например Это Третий фортепианный Квартет Брамса Или вот Я играл В прошлом году Программу Всех сонат Шума Скрипичных Да Или еще Что-то там Вот я играл У меня была Программа Всего Хендемита Для скрипки Фортепиано Ну то есть Есть произведения Которые вот Лично мне Дороги И музыка Которая мне дорога Но это не значит Что я Люблю Слушать Всего Брамса Грубо говоря Ну это понятно Ну да Поэтому когда начинается Вот это мой любимый Композитор Мне это Мне это кажется Какое-то сужение Каких своих горизонтов Вот этот любимый И все Вот я вот Поэтому Остальные Нелюбимые Но я их играю Ну как-то Все равно Это всегда По-моему Это у любого Композитора Есть Ну то есть У любого Из любимых Скажем так У любого Совсем Но Это всегда Про какие-то Конкретные Его шедевры Речь идет Не про Не про то Что я вот С утра до вечера Слушаю вот Целиком Полное собрание Сочинений Такого-то Композитора Такого у меня Вообще нет Уже Вообще Слушаете музыку Дома? Приходится Да Приходится Расскажите Как вы Как вы Формируете Программу Возвращения Потому что Действительно Каждый концерт Становится Таким уникальным В муках Когда хочется В муках В сердечных В душе Ну в муках Нет Это Тоже Это сложный Процесс Который Не всегда Протекает По одному Заданному Алгоритму Да Бывают Бывают Случаи Когда Я слышу Какое-то Сочинение Я так Хочу Его Воплотить Что Я начинаю Копаться Вокруг него И пытаться К нему Пристроить Какую-то Программу А бывает Наоборот Что Возникает Какая-то Идея Я начинаю Под нее Искать Произведение И нахожу Что-то Интересное Бывает Еще Как-то В общем Просто Надо понимать Наверное Не все Слушатели Зрители Знают Что На нашем Фестивале Каждый концерт Имеет Какую-то Стержневую Идею Вокруг Которой Эти сочинения Группируются То есть Мы не просто Играем Там То-то и то-то Это всегда Так или иначе Имеет какую-то Тему Что создает Некоторые Дополнительные Сложности При формировании Программы Но и Позволяет Сохранять Какую-то Ну Уходить От Уходить От застоя Потому что Все время Надо что-то Новое Придумать Поэтому Это достаточно Сложно Этот принцип Заставляет Заставляет Тебя Все время Что-то Искать Еще А не А не повторять То что уже Было много раз Кстати Для Рижана Фестиваль Возвращения Также И Роман Минс близкий Тем Что Потрудничает С Кристиной Блауман Это Латвийская Риолончелистка Нечасто Приезжая Сейчас Моя подруга Да И Достаточно Как раз Учились В высшей школе Музыки В Хоролевском Колледже Нет Кристина Училась Кристина Училась Кристина Училась В Гилхолл Скулу В Мюзик И Драма Где я Учился С ней Тоже Уже После Колледжа Вот И у нас Было Струнное Трио Которое В том числе В Риге Было Номинировано На По-английски Называется Great Music Award Я не знаю Как По-латышски И вы опять Зависли Я не знаю Мы друг друга Слышим Или нет Главный Музыкальный Приз Да Да Алло Я вас Не слышу Ставься И слышно ли Сейчас слышу Да Сейчас слышно Замечательно Возможно Какие-то Продолжаются Неполадки С интернетом К сожалению Расскажите О вашем Трио Действительно Очень интересно Я не знаю Было Трио Струнные В котором Мы Это тоже Еще Со студенческих Пор Максим Рысанов Альтист И Кристина Блауна И Мы Приезжали В Ригу Играли Концерт И этот Концерт Был номинирован Вот на Вот эту Премию Мы приезжали Потом на Церемонию На ней Что-то Даже играли Вот А получила Кристина Сама Уже Потому что Она была Номинирована Там много Раз Получила Два Из трех Из этих Мы были Но все равно Было очень здорово И мы Очень у меня Теплые Воспоминания Вообще О Риге И очень мне нравится Этот город И Дом Черноголовых В котором мы Играли И так далее Надеюсь Когда-нибудь Вернуться Еще раз Да Я тоже надеюсь Тем более Есть что сыграть Как-то мы с вами Играли Хотелось бы Переиграть Сонату Не сонату Как-то Произведение Называлось Алексей Корбатов Замечатель Современного Композитора Элегия Да До сих пор В памяти Стоят Эти мелодии Которые мы Играли В Кусково Надеюсь Вернуться К этому Сочинению Это одно Из тех Произведений Современной Музыки Которым Действительно Хочется Возвращаться Хочется Их играть Хотя я была Категорически Против Мне было Трудно Согласиться На современную Музыку Потому что Лично я Очень боюсь Современных Композиторов Но это Как раз С того момента Все изменилось И я стала Уже Исполнять Произведения Современных Авторов И с каждым Годом Немножко Больше Больше Думаю Это у вас Консерваторская Травма Видимо Вы их видели Слишком близко Живьем Композиторам Нет У меня была Другая Консерваторская Травма От музыковидения Когда я Видела слишком много книжек А людей Наоборот Абсолютно Не замечала И сейчас Когда уже Больше занимаешься Именно Не то что больше А только творчеством Занимаешься Читаешь меньше То относишься И к композиторам Совершенно Совершенно иначе Дорогие друзья У нас в гостях Скрипач Художественный руководитель Фестиваля Возвращения Роман Минц Вот Роман У вас двое детей Почему вы не захотели Их отдать В музыкальную школу Ой Ну Ну потому что Я в принципе Считаю Что Что Ребенка Имеет смысл Отдавать Вот в такое обучение Только если он Демонстрирует Незаурядные К этому Способности В противном Случае Игра Не стоит свеч И что Лучше иметь Нормальное детство И И Более широкий Вообще Выбор Чем у многих Детей Которые С детства Родители Из-за них Решили Что Они будут Музыкантами За вас решили Меня не решали Да Но я Проявлял Больше Скажем так Желания Я сейчас Не очень Понятно На самом деле Откуда оно Происходило Потому что Может быть Это было тоже Чисто социально Потому что У меня был друг Которого мама Повела В музыкальную школу А дети Очень же Они Я тоже хочу Ну вот так В всяком случае Для моей мамы Тот факт Что я В школе На вопрос На чем ты хочешь играть Сказал скрипка Был полной Неожиданностью Потому что У меня семья Не музыкантская Мама в детстве Только Занималась В музыкальной школе На фортепиано Вот И это было Для них просто шок Вот И поэтому Ну поскольку Сейчас уже Я-то музыкант Если бы я видел Что там Ребенка невозможно Оторвать от Пианино Или он Не знаю Как-то реагирует На музыку Особенно То наверное Я тогда бы Этим занялся Но Но в принципе Мне не очень Это очень сложная История Можно долго Про это говорить Детское образование Наших оставшихся Не хватит Ну да Наших оставшихся Пять минут Не хватит Детское музыкальное Образование В России Это очень Специфическая вещь И честно говоря Ну вот У меня есть Такая коротная фраза Это когда Мои Мои Всякие Друзья Из нашей же Среды Вот они там Публикуют Вот там Ребенок со скрипочкой С дудочкой И там Ребенок за роялем Я сразу пришел Говорю Ты чего его Не любишь Вот Ну Наверное Есть разные На эту Тему Точки зрения Но Но во всяком случае Я вот такое решение Принял Мне кажется Что В жизни Есть очень много Вещей Которыми Можно заниматься Решить про это Можно чуть-чуть позже Чем в пять лет И Может быть Не обязательно Ну Такой фанатизм С раннего возраста Ребенку Нужен Вот Поэтому Поэтому У меня не было Никаких На этот счет Каких-то обломок Или что-то Я Изначально У меня эта позиция была Если бы я увидел Что прям Что-то Невероятное Ну да А так Не вижу особого смысла Этим заниматься Детям Своим Своим детям Ну да Да Ну чужие меня Вообще Меньше волны Ну Часто говорят Что Общее образование Воспитание слушателей Воспитание аудитории То есть Нет Ну это же Это 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 Какие-то Общие Общие занятия У них есть По музыке То есть Это не Я просто говорю О специальном Обучении То есть Когда Общее Конечно Общее Конечно Это Это действительно Часть На ваши Концерты Ходят Да Да То есть Такое Образование Поощряется Да Ну они были Тогда Кстати На нашем С вами Концерте Но Это да Но это в любом Стоит Как и все Остальное То есть Это как книжки Читать надо Конечно Уметь Слушать музыку Об этом Даже Речь не идет Я говорю Именно О Специальном Музыкальном Образовании У нас Осталось Буквально Три минутки Какое Вы посоветовали Нашим Слушателям Послушать Произведение Сначала Классическое То есть Того же 19 века И Какое Произведение Современного Автора Вы знаете Трех минут Не хватит Просто Про Из Из Прошло Я не знаю Есть люди Которым Ближе Одно Другое Третье Кому-то Барочная Музыка Кому-то Романтическая И так далее Я вот Считаю Что Мало Что Может Презойти Не знаю Кларнитов И квинтет Брамса И именно Поэтому Довольно Редко Можно найти Хорошее Исполнение Но Именно Потому Потому Что Это настолько Ну В общем Такая Вещь В которой Можно копаться Очень долго Вот А из Современной Музыки Опять же Есть люди Понимаете Современная Музыка Это любая Музыка Которая Написана Сегодня Но Это не значит Что это Хоть как-то Ее характеризует Потому Что Именно Сейчас Музыку Можно писать Совершенно В любом Стиле И в любом Ключе И так далее То есть Есть люди Которые Пишут Музыку Которая Звучит Как будто Она написана 150 лет Назад Есть Люди Которые Пишут И очень трудно Да То есть Ну Есть Так называемый Авангард Где много Диссонансов И так далее Поэтому Тут очень сложно Тут зависит от того К чему человек Более склоняется Есть люди Которые Любят Какое-то Радикальное Искусство Им одно Нужно Есть люди Которым Нужно Что-то еще Я могу сказать Что К сожалению После Августа Или когда Это было Лето Оно Было Очень сильно Мрачено Смертью Двух Очень Больших Современных Композиторов Луи Андрисон И Фредерик Ржевский И Если уж Как-то Привязаться К какому-то Такому Печальному Событию Вот они Я тогда Подумал Что Вот и Пришел момент Когда они Перестали быть Современной Музыкой Потому что Их не стало Ну послушать Что-нибудь Из их Если кто-то Хочет Это Очень крупные Композиторы Современные Были Дорогие друзья Наша передача Подошла к концу У нас в гостях Был Скрипач Художественный Руководитель фестиваля Возвращения Роман Минц Концерты Продолжаются В Латвии В Риге Проводятся Концерты В Домском Соборе Каждую неделю Большие концерты Почти каждый день Концерты Пикколо К сожалению Все только Для вакцинированных Но тем не менее Жизнь продолжается И можно Слушать музыку Также на каналах Ютубе И Знакомиться с творчеством Новых музыкантов До новых встреч С вами была я Елена Привалова До свидания Вы слушаете Радио Болтком